Уважаемые зрители, мы вас приветствуем на очередном заседании КАВБРО. Нашим сегодняшним гостем станет Тодо Азураб, историк, политолог, автор 12 книг по истории постсоветского пространства, в том числе двух книг по Азербайджану. Одна из них называется «Азербайджан сегодня» 1995 года выпуска и «Азербайджанский поэсиаз» 2001 года. Азураб Жумберович, спасибо, что приняли наше приглашение. Надеюсь, что у нас с вами будет плодотворная беседа. Спасибо вам за приглашение. С большим удовольствием приму участие в этой передаче. Отлично. С вашего разрешения я перейду к нашему первому вопросу. Он, конечно же, будет касаться, наверное, одного из самых актуальных событий в информационных лентах и в целом в мировой политике. Это ситуация в Афганистане. Вывод коалиционных войск в главе Соединенных Штатов Америки из Афганистана создает некоторую новую геополитическую реальность. С учетом того, что власти в стране сейчас находят в руках движение «Талибан». На ваш взгляд, какие новые реальности или угрозы, риск возникают для России и стран Центральной Азии в связи с уходом американцев в реалиционных войск? Это очень важный вопрос, потому что то, что произошло в Афганистане в связи с выходом международной коалиции во главе Соединенных Штатов Америки, выводом войск, это будет иметь большое значение. И я думаю, что со временем мы будем больше осознавать вот эту реальность, в том плане, какое влияние оно окажет на окружающий мир. Потому что действительно, эти события-то феноменальные. Международная коалиция в составе нескольких десятков государств во главе США не смогла демократизировать Афганистан так, как планировалось в начале нулевых годов, в 2001 году, когда начиналась эта кампания. И, соответственно, понятно, что союзники Соединенных Штатов Америки, сторонники Соединенных Штатов Америки сейчас, скажем так, многие, может быть, жалеют о том, что вообще вошли в эту коалицию. Самое главное, что для всех очевидно, что не удалось сделать то, не удалось добиться тех целей, которые провозглашались с началом кампании. Я отлично помню это время. Тогда как раз на эту тему очень много публиковал текстов. Кстати, и в азербайджанской печати, где утверждал, что не удастся взять под контроль Афганистан, и рано или поздно все равно придется войска вывезти. И как раз мои коллеги-журналисты в Азербайджане, кстати, и в России, и в других странах СНГ подвергали меня критике за то, что ну как же так, что ты вот такой позиции придерживаешься. Очевидно же, что силы несравнимы, что Соединенные Штаты Америки сейчас сфер-держава, единственная на планете. Она, безусловно, с этой задачей справится. А я говорил, что нет, не справится. И в 2005 году вот в этой книге, которая называется «Экспансия исламистов на Кавказе и Центральной Азии», я здесь посвятил отдельную главу о том, что происходит в Афганистане, и снова там же отметил, что взять под военный контроль Афганистан невозможно. На это указывают, во-первых, три неудачные кампании Британской империи, которые прошли в 19-м, в начале 20-го века, и неудачная кампания Советского Союза, известный период, 1979-1989, да, 10 лет. И не только, собственно, эти четыре неудачные военные кампании государства, которые, конечно же, превосходили Афганистан по военной технике, по силе, по количеству армий, но и вся история Афганистана указывает на то, что взять под контроль невозможно. Можно войти, легко войти в Афганистан, но выйти из него очень сложно. Вот, и взять его под контроль невозможно. Вот это, то, что сейчас происходит, доказывает, что это так. Так произошло, и это указывает на то, что глобальное лидерство Соединенных Штатов Америки, скажем так, заканчивается. Потому что, когда Великая Империя, значит, не может добиться контроля над, в общем-то, слабым государством, значит, это указывает только одно, на то, что нет возможностей, нет знаний, нету достаточных инструментов для того, чтобы добиться вот этой цели. Теперь последствия. Я не вижу каких-то серьезных опасностей для России и для стран Центральной Азии в связи с тем, что происходит в Афганистане. Почему? Ну, во-первых, сейчас не 90-е годы. Когда талибы пришли к власти первый раз в конце 90-х годов в Афганистане, то тогда ситуация и в России, и в Центральной Азии, и на Кавказе была совсем иной. Россия была ослаблена, Россия переживала глубокий кризис. Центральная власть была совершенно, так сказать, не авторитетной. И к тому же велась военная кампания в Чечне. На Северном Кавказе нарастали сепаратистские тенденции. И была реальная угроза в 1999 году, что Северный Кавказ вслед за Чечнёй вообще выйдет из-под контроля Кремля. В Центральной Азии также было неблагополучно. Только завершилась гражданская война в Таджикистане. Довольно серьезные подпольные исламские группы были в других государствах Центральной Азии, в частности в Узбекистане, в Казахстане. Известно, что они время от времени себя проявляли. Пытались вооруженным путем захватить тот или иной анклав в Киргизии, потом в Узбекистане. Поэтому там было на кого опереться афганским радикалам. Ну и на Кавказе тоже мы прекрасно знаем, что было далеко не спокойно. Вот это создавало предпосылки для проникновения радикальных исламских идей на Северный Кавказ, Центральную Азию, на Кавказ в целом и в Россию. Сейчас ситуация совершенно другая. Практически во всех странах, которые я упомянул, в Центральной Азии, в России, на Кавказе, в Южном Кавказе, все государства, они стабильны, более-менее экономически благополучны. И во всех этих государствах существует крепкая центральная власть. Между тем, из истории известно, что радикальные исламские, религиозные и вообще радикальные идеи проникают только тогда в те государства, где центральная власть ослаблена. Сейчас этого мы не наблюдаем, поэтому я не ожидаю, что будут какие-то проблемы у стран Центральной Азии, Южного Кавказа или России. Южного Кавказа, сейчас вы как раз сказали, приближаясь ко второму вопросу, просто логично выходит, поэтому я вас перебью немножечко и извиняюсь за это. Как вы правильно отметили, что вакуум власти – это, наверное, наиболее лучший момент и лучшая благородная почва для зарождения каких-либо деструктивных идей, в том числе для, как вы говорили правильно, периода, когда первые талибы пришли в власть, и все равно они по-другому на все смотрели. Сейчас немножко ситуация другая. Как мы знаем, глава Митроссии Сергей Лавров заявлял о том, что теперь талибы более договороспособны, и, в принципе, из, скажем так, риторики государственной и официальных лиц мы видим, что Россия как-то спокойно относится. Правда, она пока выжидает с признанием, но в целом все хорошо. И ответ такой следующий, точнее вопрос такой. Значит, мы с вами поняли, что, по сути, для России и Центральной Азии угроз нет. Вот есть такой момент. Вы сказали, что страны достаточно экономически развиты, что есть сильный институт центральной власти. А вот конкуренция между другими участниками, то есть у нас же, получается, не только Россия, во-первых, у нас появился в новом формате Пекин, который очень заинтересован в этой стране из-за своих экономических проектов в рамках «Инициатива пояса пути» и так далее в рамках китайско-пакистанского коридора, который также пересекает территорию Афганистана. Вот. Тут появляется еще Тегеран, который, кстати, тоже очень заинтересован. Несмотря на различные, скажем так, масхабы, да, и движения, все-таки пустунные, а не движения Талибана, это сунетского толка, иранцы-шииты, тоже Иран заинтересован и особо как-то не идет против них. Но тут есть еще один интересный. Конечно, это традиционный Исламабад, Пакистан, который интересован в этом, и Турция. То есть Анкара тоже в этом заинтересован. Сегодня буквально на днях пришла информация про арабские марки и Пасидского залива, что они тоже активно пытаются войти. Не создаст ли это каких-либо рисков России? Вот на ваш взгляд. Смотрите, в Афганистане традиционно действительно присутствовали в той или иной форме и Пакистан, и Иран. Пакистан значительно влиятельнее был в 90-х годах, и во многом движение Талибан создано его усилиями. История создания Талибан сейчас хорошо известна, и пакистанское направление в этом плане Пакистан как страна играло в этом очень серьезную и глубокую роль. Можно сказать, основную. Но, опять же, в то время, как я говорю, в то время, как Россия и другие страны СНГ усиливались за эти вот прошедшие 20 лет, Пакистан ослаб. Пакистан не тот, что был в 90-х годах или в нулевых даже. В Пакистане ситуация достаточно непростая. И как и тогда, так и сейчас, те же вот районы, известные районы Восточного района Пакистана, где проживают в большом количестве пуштуны, они слабо контролируются Пакистаном. Это будет острое оружие. Пакистан прекрасно понимает, что здесь играть надо очень осторожно, потому что Талибан может, как говорится, ударить, потенциально действительно может ударить по соседям, в том числе и на север. Но я повторяю, я не вижу этой опасности. Но он может ударить и на запад, в сторону Пакистана. Тем более, что там перспектива есть, как я еще раз повторяю, там очень серьезное пуштунское население. Кстати, пуштун в Пакистане проживает значительно больше, чем в самом Афганистане. Я полагаю, что здесь Исламабад будет действовать очень осторожно, аккуратно. И ему не нужно, я не думаю, что вообще всем игрокам внешним не нужно углубление, продолжение новой спресс гражданской войны в Афганистане. Я полагаю, что все внешние игроки устали от этого нестабильного Афганистана. Это все-таки очень много и затрат, и сил. И сейчас все практически стороны, я не вижу ни одной стороны, которая была бы заинтересована в развязывании гражданской войны. Я полагаю, что все заинтересованы в усмирении Афганистана, в том, чтобы этот котел бурлил, но не затронул соседние страны. И Иран, и Пакистан, и страны Центральной Азии. И в этом плане, я полагаю, что интересы ведущих держав мира здесь сейчас совпадают. Я полагаю, что они совпадают. И мы наблюдаем, что и позиции Пекина, и России в этом смысле в определенной мере совпадали. Я не вижу противоречий между Китаем и Россией, например, в плане Афганистана. Если мы говорим о том, о перспективах сейчас, что может быть дальше. Мы совсем упустились в виду то, что талибы сейчас другие. Вы говорили о том, что они не те, что в 90-х годах. Эту тему можно углубить. Талибан, движение Талибан действительно сейчас другое. У них был уже опыт 90-х годов. Они знают, что нельзя делать, чтобы не настроить против себя сильные державы мира. Они уже понимают, что нужно налаживать отношения. Они понимают, что просто экспортом радикальных идей за рубеж спасти собственную власть внутри страны невозможно. И лучше налаживать нормальные отношения и строить мирную жизнь в Афганистане, ну так, как они умеют. Я полагаю, что они это понимают. И опыт России в этом смысле это подтверждает. Я имею в виду во-первых, заявление Лаврова. Это действительно оно опирается на общение с политическим офисом движения Талибан. Такая формировка есть. Этот политический офис три раза направлял в Москву только в этом году делегации для переговоров с Россией. И я думаю, что у России и в определенной части может быть у Китая, но в данном случае и у Москвы сейчас есть прекрасная возможность стать посредником в переговорах по нахождению мирного решения противоречия между движением Талибана и теми оппонентами, теми соперниками, которые сейчас оказывают ему сопротивление. Вот. Вот так вот. Смотрите, значит, следующий вопрос, мы немножко отойдем от Афганистана. Афганистан сам по себе стал еще раз подтверждением некоторой такой догадки, можно сказать, положения экспертов, о том, что Соединенные Штаты Америки переходят к такой изоляции, когда они начинают уходить из каких-либо регионов, то есть военное присутствие уменьшается, и это все началось еще при Барак-Обаме, потому что он первый заявил о том, что необходимо вывести войска из Ирака, из Афганистана. Трамп тоже, несмотря на то, что он был не из демократического лагеря, а из республиканской части, политических элитов, он тоже в целом продолжал эту же политику, поэтому уже начал конкретно ее осуществлять. Мы видим, что начинается вывод войск, закончился вывод войск из Афганистана, потихонечку происходит в Ираке вывод войск, и в целом снижается контингент военных сил Соединенных Штатов Америки в регионе Ближнего Востока, Среднего Востока, и в Африке, и в целом. Вот можем ли мы сказать, что это происходит для того, чтобы, получается, Вашингтон аккумулирует свои силы для дальнейшей борьбы с Китаем. И если это так, приведет ли это к тому, что позиции США и их, скажем так, такое яркое, напористое, отставив своих интересов на территории Южного Кавказа, на Украине, будет уменьшаться? Или же это не так? Смотрите, мы наблюдаем сейчас действительно очень интересный процесс, который указывает на то, что какая бы ни была богатая страна в мире, все-таки тяжело контролировать все. Сам Афганистан, а также присутствие Соединенных Штатов Америки в других странах отнимали очень много ресурсов у государства. Сейчас известно, что только по официальным данным за эти 20 лет было затрачено 2 триллиона долларов. Эсперты подсчитали, что это примерно по 300 миллионов долларов в день обходился Афганистан американцы. Возникает вопрос для чего, ради чего, какие, собственно, выгоды за эти 20 лет вот эти вложенные деньги принесли американцы. Возникает ответ очевидный, что практически результата никакого. Далее, американцы содержат за пределами своих границ около 800 военных баз в различных точках мира. Я полагаю, что как и Трамп, и Обама в свое время, они действительно пришли к выводу, что нет необходимости в таком количестве военно-присутствия за пределами страны. Это миллиарды, сотни миллиардов долларов ежегодно уходят на это, в то время как есть много задач внутри страны. И, кстати, события прошлого года, вот выборы президентские, которые прошли в Америке, показали, что проблем-то огромное количество. Разных проблем, которые нужно решать, и эти деньги приведутся бы там. Я полагаю, что все это политический эстеблишмент США понимает, поэтому они пришли к необходимости к выводу войск из Афганистана. И одним из последствий афганских событий, я полагаю, будет, во-первых, усиление антиамериканских настроений в Ливии и Сирии, Сирии и Ираке, а во-вторых, это действительно постепенный уход американских военных из этих стран. Потому что именно афганская история, она вынудит, я полагаю, американских политиков отвечать на вопросы, какие цели мы преследуем на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Ливии, в Ираке и в других регионах мира, куда затрачиваются огромные средства, ресурсы страны, без особого результата. И при этом вот этот пример Афганистана будет постоянно стоять перед глазами в течение многих-многих лет, может быть, десятилетий. В этом смысле действительно будет, я не думаю, что Америка перейдет к изоляции, это невозможно, страна, понятно, она сверхдержава, у нее есть интересы, просто они, вероятно, будут искать какой-то оптимальный вариант между соблюдением своих интересов за пределами страны и тех расходов, которые эти интересы требуют. То есть я имею в виду здесь, что вероятно, любая тема, допустим, о необходимости новой военной компании какой-либо за пределами границ, безусловно, будет опираться в то, что американцы будут опасаться повторениям Афганистана. Второе, действительно, вероятно, будет пересмотрена политика штатов в разных регионах мира и, возможно, на пространстве СНГ, постсоветское пространство. В этом отношении резкого, каких-то резких телодвижений не будет, резкого ухода, резкого утраты интересов американцев на Украине и в Южном Кавказе, я думаю, не будет, безусловно. Но некое ослабление, некое ослабление, ну, оно неизбежно, просто неизбежно. Во всяком случае, сейчас американскому руководству будет очень тяжело продавливать какие-то новые проекты, которые предусматривали большие расходы на те или иные политические планы. И тот же Сенат, и оппозиция, и просто общество американское будет, повторяю, постоянно возвращаться к теме Афганистана и спрашивать, не повторим ли мы эти ошибки, а нужно ли нам эти новые приключения, а нужно ли поддерживать того или иного лидера, а вообще зачем нам тратить эти деньги туда или туда, что мы получаем взамен. Вообще, эта тема назрела, понимаете, я считаю, что это назрело, потому что в конце концов есть много примеров не такого глобального уровня, как Афганистан, вот, например, я могу назвать, допустим, Молдавию, в которой Запад, во главе США активно присутствует длительное время потраченные огромные средства, ну, по молдавским меркам, да, там, миллиарды долларов на развитие демократии и так далее, и так далее. Результат-то мизерный. 30 лет недавно было отмечено в Кишиневе, значит, 30 лет независимости и, по сути дела, подводить-то итоги в положительном смысле нельзя, потому что нет никаких серьезных достижений, а деньги затрачены огромные. Застяжение только одно, это формирование коррупционного политического класса, который прекрасно освоил схемы по переплавке вот этих вот инвестиций, вот этих кредитов, которые получаются от Запада в свои личные средства, которые можно увидеть в некоторых кварталах Кишинева в виде дорогущих особняков на десятки миллионов долларов, в виде дорогой недвижимости, автомобилей, бизнеса и прочее, здесь действительно давно назрел переход к прагматичному подходу внутренней, внешней политики, я думаю, что мы будем наблюдать это в ближайшие 5-10 лет, может быть, это будет на пользу, потому что, ну, на пользу всему миру, потому что, опять же, возвращаемся с чего начали, да, вот, пример Афганистана показывает, что недостаточно быть только сильным и только решительным, нужно быть еще и в достаточной степени, скажем так, интеллектуально глубоким, чтобы понимать то, для чего не требовалась затрата таких триллионов долларов, да, но я еще раз повторяю, что эксперты, некоторые эксперты, в начале нулевых годов, во время начала этой кампании, предупреждали, что результата не будет, вот, результат будет один, войска придется вывезти, из Афганистана придется уйти, вот, американцам потребовалось 20 лет и 2-3 миллионов долларов и тысячи жертв, чтобы это бы понять, возникает допрос, в следующий раз, во время какой-то очередной идеи, может, лучше спросить экспертов, они подскажут, как сделать так, чтобы не повторить афганский и прочий негативный опыт. Спасибо, и последний мой вопрос, он такой, еще более глобального характера, зачастую, вы тоже, как эксперт, иногда видите, слышите о том, что все говорят о необходимости большой перезагрузки, не перегрузки, а именно перезагрузки, и это касается не только политики, но и экономики, экономических каких-то взаимоотношений, в некотором роде даже уже гуманитарных, социально-гуманитарных проектов, которые осуществляются между разными регионами. Но мы все прекрасно понимаем, что все такие большие перезагрузки, которые подразумевают составление или формирование нового мирового порядка, происходили после очень страшных глобальных войн. Вестфальская система после 30-летней войны, которая унесла очень много жизни, еще до этого лучевой войн. Венская система международных отношений, это после того, как, скажем так, победили войска Наполеона. Потом Ялтинско-Потсдамская система, понятное дело, что тоже после мировой войны, которая запрыгнула миллионы жизней. Насколько возможна в наше время более развитая цивилизация современные глобальные войны? И каких итогов, если они будут, нам стоит ожидать? Сейчас говорить о глобальных войнах, я думаю, нет смысла, потому что ведущие страны мира прекрасно понимают, что любая глобальная война – это путь в никуда. При наличии ядерного оружия и обычных видов вооружений, я полагаю, что человечество хватит, скажем так, хватит мудрости, не достичь крайности в этом деле. И в этом смысле мы наблюдаем, что ведущие страны мира, их руководители, они это понимают прекрасно. Сейчас многие говорят о необходимости новой волны разоружения, пересмотра вот этих соглашений, которые когда-то удерживали меру от крайней черты. Да, действительно, право совершенно наступал, мы сейчас переживаем такой период, я бы назвал это не перезагрузкой, пожалуй, я считаю, это переходный период от прежней системы международных отношений, которые сформировались после Второй мировой войны, вот Ялта-Потсдам, и вот к нечто новому, потому что, как сейчас уже выясняется, распад Советского Союза в 91-м году не был завершением этой системы. Оказывается, по сути, я согласен с теми, кто считает, что это было только начало этого периода, и что далее до сих пор это продолжается, этот распад прежней системы международных отношений, а новый пока не создан. И, кстати, вот эта афганская история Соединенных Штатов в Америке это очередной, может быть, самый важный этап во всей этого периода переходного, от начала слома старой международной системы перехода к чем-то новым. А вот назрело, действительно, назрело новое международное большое мероприятие, что-то в стиле, наверное, Хельсинки 1975 года, совещание по безопасности и сотрудничества в Европе. Наверное, назрела необходимость проведения такого совещания по безопасности и сотрудничества не только в Европе, но и в мире, для того, чтобы избежать вот этих вот катастроф как в Афганистане, Ливии, в Ираке, когда сейчас вот это внимание привлечено к Афганистану, но в том же Ливии, в том же Ираке по существу идет белотекущая гражданская война и там каждый день погибают люди. И там вообще как бы надо разбираться, что с этим делать дальше. Я уже не говорил, мы не говорили с вами о беженцах, поток беженцев, который был, и который сейчас будет очередная волна из Афганистана и эти беженцы появятся снова в европейских странах и, может быть, в странах СНГ и, может быть, в Азербайджане, потому что Европа уже не справляется с этим потоком. Вот это все, эти все проблемы, есть еще масса других, их надо решать. Я полагаю, что назрела необходимость для того, чтобы ведущие страны мира прекратили ввести эгоистичную политику, только отстаивая свои личные интересы, а наконец-то пошли на компромисс собрались и в рамках ООН, или лучше отдельно, потому что ООН структура такая достаточно своеобразная и не все может решать. Вот необходимо собраться отдельно и действительно обсудить вот эти мировые проблемы и прийти к какому-то соглашению. То есть необходим новый миропорядок, но не тот, о котором говорили в Вашингтоне или в Брюсселе. То есть очевидно совершенно, что нужен другой миропорядок с учетом интересов других стран. Во-первых, Китай, и во-вторых, других государств, которые менее, допустим, сильны, в отличие от ведущих стран мира, но у них тоже есть свои интересы, они тоже поучаствовали бы в том, чтобы этот миропорядок существовал. Я полагаю, что мы на самом деле являемся свидетелями утверждения уже многополярного мира и необходим, действительно необходим такой форум для того, чтобы найти формулу нового существования государства в мире и для избежания новых конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем в Афганистане. Дурак Джумирович, спасибо большое. Завершая нашу свою беседу, я бы хотел также отметить, что будем очень надеяться, что как раз таки формирование этого нового, скажем так, миропорядка обойдется без глобальных войн. Хотя, если честно, мне так кажется, что глобальная война давно уже началась, просто она уже привела немножко в другой формат. Это экономические санкции, это так называемые прокси-войны, когда интересы крупных бежав сталкиваются на территории более слабо. Кому пример, кстати, речь Ближний Восток. Не только. Но мы надеемся, что обойдется без большой войны и мы достигнем чего-то лучшего. Да, смотрите, ведь по существу за многие тысячелетия существования человечества ничего не изменилось. Просто меняется форма ведения борьбы, а основные правила сохраняются. И если подчитать древних, Суньзы или Сенеку или Макеавелли, мы увидим, что правила, которые они предлагали правителям в то время, они подходят и сегодня. И действительно, вы правы, в какой-то мере можно говорить, что идет вело текущая такая глобальная война, но самое главное, чтобы она не переросла в глобальную горячую войну, а конфликты локально они были, есть и будут. Я очень надеюсь на то, что, скажем так, регионы, которые нас очень интересуют, это Центральная Азия, Кавказ, постсоветское пространство, окажутся вне. Вот я бы первую очередь хотел, чтобы вот эта бывшая территория Советского Союза, чтобы она была вне вот этих глобальных войн. Я думаю, что мы все заслужили того, чтобы хотя бы 5, 10, 20 лет спокойного развития. И я очень надеюсь, что так и будет. Дай Бог, как говорится. Спасибо большое. Уважаемые зрители, благодарим вас, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал. А я напоминаю, что гостем нашего очередного заседания Кавброс стал Клуб Азураб, историк, политолог, автор 12-й книг «Азербайджан» Также книга об Азербайджане рекомендуем к прочтению. Это «Азербайджан» с сегодня 95-го года выпуска и «Азербайджанский консианс» с 2021 года. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин